Количество призванных в ряды вооруженных сил России юношей этой осенью составит 140 140 человек. Указ такой цифрой подписал президент страны Владимир Путин. Призыв в России длится уже месяц и закончится только к концу года. В комиссиях констатируют, пытающихся откосить все меньше. В разы возросло число желающих исполнить свой гражданский долг. Увеличился и средний возраст призывников. На службу теперь берут граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Сколько молодых людей из Эльбрусского района встанут под ружье этой осенью, знает Вадима Магомедова. Число желающих служить в этом году превышает возможности комиссариата по Эльбрусскому району. По итогам работы осенней призывной комиссии отправить в армию могли бы не меньше 40 человек. Однако служить придется пятерым по наряду, говорит военком, на этот раз больше не предусмотрено. Наряд на осень очень маленький, поэтому все не смогут поехать, но весной обязательно всех отправим. В последние годы средний возраст призывников увеличился. Теперь в армию идут молодые люди от 19 лет и старше. Право на отсрочку получили юноши, окончившие школу в 18 лет. И те, кто не вошел в наряд, будут ждать весны. Я молодого человека, я считаю это большой перспективой в дальнейшем. А перспектив действительно много. Отличившимся в армии предложат службу на контрактной основе с достойной зарплатой, условиями труда и проживания. Первый контракт у нас заключается на три года. Зарплата у контрактника от 35 до 45 тысяч. Кроме этого, им предложат комнаты в общежитии. Общежитие находится в военных городках, там же в воинской части. То есть они уже не будут жить в казармах, а уже будут жить в собственных квартирах. Специалисты констатируют, общие показатели годности призывников улучшаются. Примечательно и то, что добровольцев служить с каждым годом становится больше. Медики военно-врачебной комиссии называют действительные причины. Во многих институтах, высших учреждениях отменили, убрали военные кафедры. Поэтому дальнейшая их состоятельность только с военным билетом, прием на работу и так далее. Хочется отметить, что очень много, особенно осенний призыв молодых людей, идет с большим желанием служить. Как никогда, как не в прошлые годы. Практически здоровые молодые люди. Четвертая группа предписывающие знания. В районном отделении ДСААП готовят будущих военных водителей. Так называемый спецконтингент составляют молодые люди, не имеющие водительских прав. Здесь их обучают АЗАМ искусства вождения совершенно бесплатно. Отбираем на комиссии ребят, у которых есть желание, которые достойны этого. Служить призывники из Кабардино-Балкарии будут в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Хабаровске, Волгограде, либо в Ростове-на-Дону во внутренних войсках. Атима Магомедова, Марат Татруков, Вести. Кабардино-Балкария.